Пока часы 12 пьют. Чокнуться игристым за праздничным столом не возбраняется, а вот употребление горячительных напитков за рулем имеет последствия не только в виде головной боли. В новогодние праздники в областном центре сухой закон нарушили 22 водителя. Ежедневно со 2 числа мы проводили рейды, которые были направлены на выявление нетрезвых водителей, а также в ночь с 6 на 7 прошла массовая проверка на выявление нетрезвых водителей. В результате рейдов было остановлено три водителя в нетрезвом состоянии, плюс один водитель находился в нетрезвом состоянии и был лишен права управления транспортным средством. Всего в Ивановской области были выявлены 83 ездока под градусом. Особенно запомнится начало года водителям, которых пьяные катания привели за решетку. Два молодых человека за управление транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения были арестованы на 12 суток и на 10 суток. То есть все новогодние праздники они провели в камере для задержанных. Ну и конечно повышенный градус алкогольных напитков плюс пониженный градус ответственности равняются увеличению числа ДТП. Всего в первые 8 дней года в регионе произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб. 17 получили травмы различной степени тяжести. 3 января в Родниковском районе женщина-водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Tucson, совершила наезд на 82-летнюю пожилую женщину. По словам водителя, та передвигалась по проезжей части и в темноте она не была заметна. А те водители, кто в первые дни января попали в поле зрения дорожных полицейских, теперь смогут проверить на себе справедливость старой народной приметы. Если встретишь Новый год пьяным за рулем, то проведешь большую его часть в роли пешехода.